Добрые уже дорогие друзья, пятница недельной главы КИТЦ. В своей повседневной жизни каждый сталкивается с разного рода неприятностями, неудобствами. Бывает, что человека постигают, к сожалению, настоящее несчастье и горе, беды. Нужно помнить, что корень всего, всех тягот, всех забот, всех неприятностей, это печать прошлого года. Мы приближаемся к Роша Шана, и есть время подготовиться, тщательно обдумать свои поступки, и справиться, чтобы удостоиться более милосердного приговора на следующий год. Знаете, однажды шла похоронная процессия по Иерусалиму, и Равину говорят, этот человек неделю назад простудился и умер. Он говорит, нет, он простудился в Новый год, в Роша Шана. В Роша Шана мы получаем печать на следующий год. Поэтому нам надо как можно улучшать возможности получения этой печати. Нам надо работать и улыбаться. Работать, надеяться и улыбаться. От того, насколько мы доверяем Творцу, зависит наша способность улыбаться. Поэтому улыбка необходима. А теперь вот Шуве, который все время разграет, вот это мроскай незнаменитым. У тебя есть грехи, раскайся и не бойся. Ибо все зависит от веры человека. Следует знать, что если даже человек, не дай Бог, переполнен грехами, творец с ним. Почему? Потому что он создал меня, он мой отец. Потому как сын делает, если проблемы, то отец все равно пытается найти возможность как-то выручить своего сына. Потому что он все время ищет, как помочь нам. Человек спрашивает, идет ли со мной Творец. Есть ли он возле меня. Разве я достоин, чтобы он шел со мной? Откуда ты это берешь? Откуда ты берешь? Достоин ли я? Творец создал тебя, поэтому он заботится о тебе. Он идет с тобой. Он шел с тобой до сегодняшнего дня. Он помогал тебе до сегодняшнего дня. И он продолжит и помогает тебе всю жизнь. Никогда не бойся. Потому что Бог идет рядом с тобой. Это еще сказал Раби Нахман. Он говорит, что наша главная задача, это освободиться от страха. Все время, пока у человека есть страхи и боязни внешней стороны мира, мы не можем даже по-настоящему молиться Богу. По-настоящему учить Тору. Он все время, человек боится, что будет, что будет с детьми, что будет с заработком. Не надо бояться, надо верить. Как совершить вот эту замечательную тшу? Как это все сделать? Коротко ответил на это в кодексе Мишны Тарарамбам. Я очень коротко скажу. Покаяние за прегрешение, совершенное перед лицом Творца, включают в себя два элемента. Покаяться за то действие, которое ты сделал. И принять решение, а не совершать подобное снова. Если же вы с человеком, если вы обидели кого-то, вы должны попросить у него прощения, убедиться, что он вас простил. Если нет, три раза спросить прощение и все. Вот весь секрет. Не надо отказываться от работы, уходить в схимну, начинать носить черную шляпу. Ничего этого не надо. Покаяние это внутренний процесс, который происходит между человеком и Творцом. Это момент истинный, когда мы с сожалением вспоминаем свои неблаговидные поступки и обещаем, что будем вести себя достойно. Все. Можно это сделать? Если от этого зависит жизнь человека? Конечно, можно. Знаете, однажды между Равином и Фабрикантом возник спор о действенности религии. На вашем месте, говорит Фабрикант, я бы переменил профессию. Посмотрите, сколько людей вокруг утверждают, что верят в Бога. И в то же время они воруют, поступают неэтично. Выходит, в религии что-то не так. Равин говорит, пойдем погуляем по улице. Прошли по парку, подходят к песочнице, которой играют дети. Равин обращается к Спутнику и говорит, слушай, я бы на твоем месте сменил профессию. Фабрикант спрашивает, почему? Ну, посмотри на детей. Какое же у тебя мыло, если они грязные, морды у них замурзанные. Послушай, говорит фабрикант, это нечестно, мое мыло отличное. Беда в том, что ребята им просто не пользуются. Во! Сказал Равин. Ты попал в точку. Тора дарована нам Богом. И она совершенна. Его предложение и заповеди совершенна. Но беда в том, что люди не придерживаются их. Перед нами сейчас Шаббат. Почему мы нуждаемся в Шаббате каждую неделю, а в других праздниках только раз в год? Шаббат занимает центральное место вообще в жизни человека. Бог сказал один из первых, что он сказал, шесть дней работай, седьмой отдыхай. И если ты этого не делаешь, ты нарушаешь первую основополагающую заповедь. Шаббат занимает центральное место вообще в Торе. Поэтому он должен отражать фундаментальную какую-то схему. Она входит в нас. Бог знает, что если человек шесть дней работ, седьмой отдыхает, все нормально в этом механизме. Эти часы заведены правильно. Он их создал, он лучше знает. Шаббат представляет особую ценность для нашей души и дает важный урок, требующий столь частого повторения, иначе он не повторялся. Повторение простое. Шесть дней творил Бог небо и землю, седьмой отдыхал и нам заповедовал. То есть нам надо шесть дней творить, семь дней отдыхать. Субботний отдых дает возможность для самоанализа. Что я достиг за эту неделю, стал ли я лучше, восприимчивее. Что конкретно я должен исправить и улучшить себе. Провести ревизию души. Вот для чего нам шаббат. Особенно шаббат периода перед Рошешана, шаббат периода месяца Илу. Поэтому хорошего шаббата, хорошего настроения. Несмотря если у кого-то что-то, все пройдет. Улыбайся, иди вперед, радуйся жизни. Радуйся тому, что на небе есть у тебя такой замечательный отец. И мы победим. Брахава от слаха.